Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогоду Лайф и это второй выпуск про Cadillac XT6. Сегодня говорим про технические характеристики и интерьер. Может быть я, конечно, шаблонно мыслю, но когда мне говорят американские автомобили, я представляю себе маслкары и огромные пикапы с двигателем 5.9, как в Dodge Ram. 5.7 или 6.2. 5.9 там тоже есть. Ну не будем же мы сейчас вспоминать Cadillac XT6 с 6-литровым мотором V8, да? Да и зачем их вспоминать? Тут установлен экологически чистый налоговый выверенный 2-литровый мотор LSI на 200 сил, да еще и с отключаемыми двумя цилиндрами. Все как любят европейцы. Собирают этот мотор либо в родной Америке, либо в Китае. Узнать точно, где собран мотор можно, отсканировав QR-код на двигателе. Интересно, через сколько лет или месяцев он станет, не читаем. Кстати, в той самой родной Америке продают только атмосферный V6 3.6 на 318 лошадиных сил. А у нас безальтернативный 4-цилиндровый рядный 2.0 с крутящим моментом в 350 ньютонов. Привод у нас полный, причем сразу два варианта. Premium Luxury предлагает пару муфт. Многодисковую в разрезе правой задней полуоси и кулачковую в раздатке GKN 761. При их одновременном размыкании карданный вал перестает вращаться. В версии Sport предусмотрен дополнительный фрикцион для левой задней полуоси. При такой схеме дифференциал становится ненужным, а распределением тяги между колесами заведует электроника. Разгон до сотни занимает 10 секунд, и это нормально для кроссовера с массой 2300 и с таким мотором. В общем, динамики нет. Да и зачем вам динамика? Ваши родственники заклюют с третьего ряда при динамичном разгоне. В разгоне сильно помогает 9-ступенчатая коробка передач Гидроматик 9T65 с длинными высокими передачами для экономичности. Есть честный мануальный режим, который дублируется под рулевыми лепестками. Такие коробки стали ставить с 2017 года. Как они себя покажут, со временем узнаем. Как вы поняли, мы плавно перемещаемся в салон, и внутри мне хотелось бы отметить следующие интересности. Начнем с главного. Мультимедиа. Хорошая. Во-первых, звучит отлично, басовито и дорого. Так как тут в паре к голове установлена система объемного звучания Bose с активным шумоподавлением. Как это работает, мы говорили в ролике про Honda Pilot. Посмотреть можно тут. А во-вторых, тут есть NFC для быстрого сопряжения смартфона. Можно сказать, что о блогерах и журналистах позаботились. Но обычному пользователю эта вещь нужна всего один раз. Шумка достойная, но после 4000 оборотов мотор слышно очень хорошо. Дизайн интерьера субъективно выглядит старомодно. Отделка может быть из дерева, карбона или алюминия. Аналоговая приборка, дополненная экраном, выглядит нормально. А хотелось вау-эффекта. Когда смотришь спереди на машину, ожидаешь, что внутри будет как-то иначе. А тут все по-семейному, стандартно и скучно. Очень удобная беспроводная зарядка. Телефон никуда не улетает с нее. Также удобны различные крутилки громкости и физические кнопки управления климатом. Прости, Ауди, я тебя люблю, но твои сенсорные панели не всегда удобны. Кожу обивки лучше брать темную и не только из соображений маркости. Бежевая кожа очень сильно бликует по лобовому стеклу в ясный день. С этим еще Порше столкнулись, получив пару судебных исков из-за того, что кому-то очень сильно бликовала торпеда в бежевой коже. И из-за этого якобы случилось ДТП. Потом ребята даже устраивали аттракцион невиданной щедрости, раздавая владельцам бежевых салонов антибликовые очки Порше Дизайн. Плюс на бежевой коже черный вырез под проекцию выглядит ну так себе. Как считаете? Пишите в комментариях. Ну а мы пока перемещаемся назад, потому что там находится самое интересное и то, за что этот автомобиль должны покупать. Вот о чем я намекаю весь выпуск. Это идеальный автомобиль для семьи. Место на втором ряду ну просто вагон. Как сверху над головой, так и до колена. Кресла удобные и со всеми необходимыми регулировками. Есть как стандартный USB, так и Type-C. Есть блок управления климатом, который тут трехзонный. А знаете ли вы, что Кадиллак одним из первых начали ставить кондиционеры в своей автомобиле? Первыми были Паккард, но их идея провалилась из-за дороговизны. Система стоила как треть машины и занимала столько же места в ней. Потом Крайслер и Кадиллак в конце 30-х годов идею подхватили и стали устанавливать системы компанией Кельвинатор Компани, которая сейчас, кстати, принадлежит электролюксу. Но ближе к военным годам инновацию забросили по понятным причинам. Самое интересное тут реализовано благодаря почти ровному полу и третьему ряду сидений. Да тут жить можно. Можно поехать куда угодно и ночевать в машине. Можно перевести все, что хочется. Диван, мне кажется, влезет, а можно сделать себе диван, просто используя третий ряд кресел. Все кресла с электроприводом и блоки управления есть с каждой стороны, что очень удобно. Сам по себе и третий ряд тоже отличный и полноразмерный. Есть зарядки и подстаканники. Место прилично. Этот Кадиллак абсолютно не драйверский, но его главная задача доставить вас и всю вашу большую семью из точки А в точку Б с комфортом и безопасно, с чем он отлично справляется. За безопасность тут, кстати, отвечают целых 20 различных ассистентов. Внешне выглядит круто, внутри просторно и продуманно. Как считаете, это нужно семейному чайку за 4 миллиона рублей? Напишите в комментариях, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. С вами был Димон, всем пока!